МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Камазан. Новости лидера российского грузового автопрома. В нашем выпуске в студии Павел Михно и Людмила Трейсман. Сегодня в выпуске. Первый этап проекта успешно завершен. Теперь кабина переходит на новый уровень. Успех закрепили награждением. Спецновинка в действии. И что еще сотрудникам МЧС показали на конференции в Набережных Челнахов? Чтобы знать, нужно увидеть. Студенты технических вузов России проходят практику на заводе двигателей. Модная сейчас тема дружбы народов на Камазе реализуется в формате дружного международного труда, где для взаимопонимания успеха всего-то нужно. Обычное человеческое трудолюбие и надежные партнеры. Это и есть слагаемые успеха проекта «Кабина», начатого 15 марта 2013 года. Изменения, произошедшие на главных площадках проекта автомобильном и прессово-рамном заводах, значительны. На автомобильном переоборудовано более 13 тысяч квадратных метров. На ПРЗ строительно-монтажные работы прошли на 15 тысячах квадратах. Таким же длинном получился и список награждаемых за успешное завершение первого этапа проекта. Все, кто проходил тест-драйв 5490, или как сейчас называется этот магистральный тягач М1842, отмечают комфорт новой кабины. Новая кабина, новый каркас – это всегда и новые подходы, особенные для каждого продукта. А всему новому надо учиться. Камазовцы учились. Группа сварщиков ПРЗ прошла обучение методикам сварки кабины на площадях производителей сварочной оснастки австрийского города Штайр, А слесари-сборщики Камаза ознакомились с процессом сборки кабины на заводе «Мерседес-Бенз» в городе Аксарай в Турции. А немецкие партнеры по проекту на длительное время прописались на автомобильном и прессово-рамном заводах. Сочетание проверенных технологий и камазовского усердия помогли завершить первый этап в срок. Не весь проект закончен, а лишь первая его фаза. Но поблагодарить людей за работу никогда не рано. Градиозный был проект. У нас громадную привели работу. Очень подобралась хорошая команда автомобильного завода в главе с ремонтными службами. Это было что-то новое. Новое всегда интересно. Следующий этап будет еще азартнее, я думаю. Будет еще интереснее. То есть я думаю, мы еще даже... Я считаю, и этот этап мы очень отлично справились, а следующий этап справимся еще лучше. Для сборки кабины автомобиля М1842 построен новый конвейер. Первый каркас был заложен 23 октября 2013 года. А на ПРЗ первая фаза производства начиналась со сварки каркаса из пяти больших частей. Самостоятельная сварка каркаса запущена в январе 2014 года. Всеми этими процессами управлял руководитель проекта кабина Аксер Альберт Визингер. Ему удалось постичь особенности российского менталитета и стать членом команды. На торжественной церемонии закрытия первого этапа проекта господин Визингер в свойственной немцам манере сдержанно давал напутствие на следующую работу. «Позволю от своего имени призвать всех, получивших сегодня поощрение, не почивать на лаврах, а с тем же усердием и волей, как и прежде, выполнять поставленные в рамках проекта задачи». Первый заместитель генерального директора Юрий Герасимов, принявший эстафету ведения этого проекта от Юрия Клочкова, вручил работникам благодарственные письма КАМАЗа за эффективную работу. «КАМАЗы» обладаем особой харизмой. Сказали нам 45 лет назад построить КАМАЗ, и он уже стоит. Сказали запустить новый модельный ряд, и он едет по нашим дорогам, по нашей великой и большой стране. И проект кабины мы тоже уже освоили. И особую благодарность хочется сказать компании «Дайвер» за то, что они нам предоставили опыта работы и сборки этой кабины. В рамках обмена опытом на протяжении многих месяцев на заводах КАМАЗа работали представители концерна «Даймер». Специалисты по сварке, окраске, сборке, логистике, планированию производства и, конечно же, эксперты контроля качества продукта. Этих людей также поблагодарил КАМАЗ. Вторая фаза производства сварка каркаса кабины из более чем 150 мелких деталей будет запущена в конце марта 2015 года. Редактор с вами Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. КАМАЗы не только перевозят грузы, строят и убирают снег, они еще и пожары тушат. На вооружении Министерства чрезвычайных ситуаций. Более 3,5 тысячи автомобилей на базе шасси КАМАЗ. Увидеть, как производится эта техника и какие новинки готовы предоставить разработчики, приехали представители МЧС со всей страны. На конференции в набережных челнах собрались те, от кого зависит, какая техника будет на вооружении у пожарных. Перед тем, как обсуждать технику, ее надо сначала увидеть. Для этого представители МЧС посетили завод двигателей, совместное производство Каменс Кама, а также главный сборочный конвейер на автомобильном заводе. После этого делегация отправилась на выставочную площадку ТФК изучать модельный ряд КАМАЗа. Ваше внимание представлено 5308. Это низкорамный автомобиль полной массой 15 тонн. Гости ознакомились с образцами Камазовской спецтехники, но еще не закончились все экспонаты, а экскурсия вынужденно завершилась. Участники конференции принялись осматривать автоцистерну. Основная задача ознакомиться с возможностями, с тем, чтобы дальше уже иметь возможность планировать поставки шасси для нужной честности. Следующий пункт в плане конференции – региональный институт передовых технологий и бизнеса. Его специалисты рассказали о сотрудничестве с Министерством обороны, в рамках которого они обучают военнослужащих и преподавателей для учебных центров. КАМАЗ передал автомобиль КАМАЗ-55116 с горячим двигателем КАМАЗ, и они приехали сюда, сетифицировали, и наши сети ИКАД сейчас приравниваются к учебным центрам. Гости изучили учебные фильмы, методические пособия, стенды, а также испытали статические и динамические тренажеры на базе кабины КАМАЗ. Дальше участников конференции ожидал самый зрелищный пункт программы. На полигоне за литейным заводом выстроилась пожарная техника. Особое внимание представителей МЧС привлекла автоцистерна, которая на базе шасси КАМАЗ-43502 собирается на предприятии НЕФАС. Этот автомобиль предназначен для доставки боевого расчета к месту пожара. Это опытный образец. Автомобиль совсем недавно поступил в серийное производство. На конвейере пока только пять таких машин. Пожарные продемонстрировали оснащение автомобиля, позволяющее тушить деревянные предметы, автомобильные покрышки и горючую жидкость. С большим интересом учебно-показательные выступления наблюдали и сотрудники пожарной охраны КАМАЗа. В их вооружении пока нет такого автомобиля. Электронное управление насосом электронный податель. То есть управление насосом облегчает работу пожарного. Не вручную он там переключает. Оценив возможности автомобиля, гости расспросили производителей о его преимуществах по сравнению с машинами других производителей. Самым интересным в этом автомобиле является система тушения, называемая Херамакс, максимальный герой, который в 5-6 раз минимум эффективнее, чем обычная система тушения. Фактически трехкубовая машина, которая здесь представлена, заменяет 15-тонный автомобиль. Завершилась конференция с совещанием в режиме круглого стола, на котором сотрудники МЧС поделились впечатлениями и обсудили с представителями КАМАЗа и НЕФАЗа вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. На прессе в Орамном заводе прошла отчетно-выборная конференция профсоюзного комитета. Впервые в новой должности на ней присутствовал первый заместитель генерального директора КАМАЗа Юрий Герасимов. Заводчане проголосовали за повестку дня и выслушали доклады выступающих. Как отметит председатель правкома ПРЗ Александр Васильев, результат работы комитета налицо. В прошлом году 70% вопросов, отправленных к директору, решились положительно. Я считаю, что за этот отчетный период профсоюзный комитет отработал хорошо. Никакой раскачки лодки не было. Коллектив работал стабильно. Сегодня вопросы, естественно, они были и будут. Но все вопросы решали, так скажем, за рабочим столом. И нормально все вопросы на сегодняшний день мы решаем. И я думаю, будем, надеюсь, будем решать. КАМАЗ объявил творческий конкурс на новое название для прицепной техники. Цель – создание единого бренда для продукции сразу двух заводов – Ставропольского автоприцеп КАМАЗ и Башкирского Нифаза. Конкурсантам нужно предложить свой вариант. Это может быть как одно слово, так и словосочетание, либо логотип. Главное условие – название должно ассоциироваться с такими словами, как «сила», «выносливость», «мощь», «вместительность», «надежность», «качество», но не должно содержать упоминания о бренде КАМАЗ. Работы должны быть представлены не позднее 18 июля. Кстати, количество вариантов от одного участника не ограничено, а победитель получит денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Его имя назовут 23 июля. Более полутора тысячи нагородних студентов прошли практику на заводе двигателей за 8 лет, и это не предел. В июле нынешнего года познакомились с предприятием студенты технических вузов Казани, Воронежа, Братска и Ешкаралы. Будущие инженеры поделились впечатлениями от пребывания в подразделении автогиганта с нашей съемочной группой. Эти молодые люди – студенты четвертых курсов. За время пребывания здесь они уже стали своими. Рука об руку ребята трудились с работниками КАМАЗа три недели. За это время они набрались немало впечатлений. Это очень большое предприятие в России, точнее, самое большое предприятие в России. Здесь я увидел, как собираются, собственно, двигатели КАМАЗ, как выпускается, в каком объеме. Руководители практик, прибывшие сюда со своими подопечными, считают, что лучшей тренировки для будущих инженеров просто не может быть. Так как КАМАЗов по всей России и в сельском хозяйстве, и в лесной отрасли, и в дорожном среде очень много, поэтому вот те выпускники, которые у нас заканчивают, наш Волготех, они работают в разных отраслях народного хозяйства. И эти знания, которые мы получаем на практике здесь, они им очень пригодятся в дальнейшем. Для кого-то посещение КАМАЗа стало уже доброй традицией, кто-то на предприятии впервые. Но даже те, кто раньше был на заводе двигателей, не перестают удивляться происходящим переменам. На этом предприятии я в 2008 году уже был в качестве студента. Вот сейчас привез студентов, соответственно, уже как руководитель. Надо сказать, масса впечатлений от самого производства. То есть крупнейший завод машиностроительный по автомобильной отрасли. Завод двигателей сотрудничает с высшими учебными заведениями России с 2006 года. И это взаимовыгодное сотрудничество с годами только крепнет. Студенты изучают двигатель, видят, как собирается двигатель. По сути, они своими руками делают то, что до этого изучали только в теории. Надо отметить, что данная практика очень повышает имидж на ОАО КАМАЗ. Новый поток практикантов не заставит себя долго ждать. Уже в начале августа на завод прибудут ребята из Москвы, Саратова и Казани. Екатерина Романова, Артем Смолькин, Ильнар Мустафин. Вести КАМАЗа. 50 тружеников КАМАЗа отправятся в Крым на отдых. Администрация автогиганта совместно с правкомом решили сделать подарок 45-летнему юбилею городообразующего предприятия своим лучшим работникам. Путевки достались самым достойным представителям каждого из заводов КАМАЗа. Накануне обладатели путевок встретились с представителями правкома и турагентства, которые провели краткий инструктаж и ответили на все интересующие будущих отдыхающих вопросы. Отправка автобуса с КАМАЗовцами состоится 12 июля. Мы приняли решение с администрацией, с генеральным директором православный комитет собрать вот такую группу передовиков производства, лучших рабочих, и направить на отдых, на курорт санаторий Мисхор. На 10 дней это все расходы мы взяли на себя. Будут они там отдыхать в санатории и получать базовое лечение в течение 10 дней. И поедут они в сопровождении экскурсовода, то есть по дороге у них будет опека, у них будет поддержка, у них будет какая-то развлекательная программа. Ну кто-то в Крым, а кто-то на Камские берега. Кстати, следующие две недели будет отдыхать большинство КАМАЗовцев. Чем они собираются заниматься в отпуске, узнала наша съемочная группа. Ну я, как и все, с 14 июля в отпуске, конечно, буду проводить его с своей семьей. С сыном я уже заждались, более часто в общении с папой. И у нас задача с младшим сыном научиться хорошо плавать. Я хочу с детьми, с внучкой съесть в Анапу отдохнуть. Пропоративный отпуск мы планируем с мужем съездить отдохнуть к детям в Казани, а потом немножко поработать на даче. Ну, первую неделю в огород съездить, там отдохнуть, ягодки пособирать, а потом в Соловецке съездить, там на неделю, там и отпуск кончается. Летом люблю время проводить на Каме. Свободная минута, то есть я люблю на воде. Потому что я родился на берегу Камы, это вот 100 километров отсюда Камские поляны, это моя родина. Все мое детство было связано с Камой, с рекой, поэтому воду я люблю. И летом провожу, стараюсь проводить ближе к воде. Дача. Думаю, дочери в Ставрополь съездить. Вот. Это же хорошо летом отдыхать. Все вместе. Все вместе потом на работу выходим. До этого, в прошлом году я ездила от завода на Черное море. Тоже что-то получаем от завода. Я в Крым поеду отдыхать, да. А почему именно Крым? А куда? Ну, в России, в Крым. Воздух, море, люди хорошие там, русскоговорящие. Людмила, а твои планы на отпуск? Ну, одна морская неделя, одна Камская. И мне кажется, что не так важно где, важно как. С хорошим настроением, с любимыми и друзьями. И мы желаем вам за эти, надеемся, теплые и солнечные дни, набраться сил и витаминов. Ну, а следующий выпуск «Вестей Камаза» выйдет в эфир 1 августа, в привычное время 19.15. О Камазе подробно и честно с вами были Павел Михнов. И Людмила Тресмин. Всего доброго. До свидания. Камаз объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины. Необходимы средства личной гигиены, одежда, обувь, игрушки, продукты питания, посуда, хозяйственный инвентарь, моющие средства. Помощь будет приниматься в доме 1.08 с понедельника по пятницу с 14 до 17.00. Редактор субтитров А.Семкин